Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана. И сегодня у нас обзор бюджетных, работающих масок, скрабов и пилингов. Все продукты, которые я вам сегодня покажу, крайне удачные и стоят они копейки. Единственный один, который мне не очень понравился, продукт, давайте с него и начнем. Это маска Avon, ночная маска для лица, волшебные грибы. Вот так она выглядит, вот так она выглядит внутри. Это такая бежево-серая консистенция, которая вообще на моей личной коже не работает абсолютно никак. Ну вообще вот никак. Здесь заявлено, что она с экстрактами, в общем вообще хрен выговоришь, сделана в Корее. Ну ничего она не делает с моей кожей, давала ей не один шанс, несколько раз наносила ее на ночь. Очень бесполезно. Сейчас использую этот продукт как крем для рук, дабы добить. Сейчас, девчонки, в основном пользуюсь кофейным скрабом собственного приготовления. То есть варю себе кофе. То, что остается от кофе, я складываю в мисочку вот эту вот гуще, развожу там гелем алоэ или чем-то еще. И на лицо, и на тело пользую этот скраб. Но, тем не менее, есть у меня, потому что не постоянно так делаю, и другие скрабики. Такой скрабик Skin Light. Давно его уже купила, но только дошли руки. Мне кажется, я брала его в Ашане. Освежающий скраб для лица. Фруктовый микс. Если где увидите, берите, девчонки, он классный. Он реально классный. Сейчас я вам консистенцию покажу. Вот такой вот он желтенький. И здесь много-много мелких вкраплений. Он прям почти как пилинг. Сейчас покажу, смотрите. Видите, сколько много вот этих вот вкраплений? И они классно, очень классно шлифуют кожу. Мне нравится этот скраб. Я люблю, уже вам говорила, и не раз именно жесткие скрабы. Поэтому для чувствительной кожи, наверное, вот такой все-таки брать не стоит. Стоил он, кстати, вообще копейки. Мне кажется, рублей 20-30. Но здесь его всего лишь 50 грамм, но это нормально для лица. А у тех, у кого комбинированная, нормальная или жирная кожа, подойдет вообще просто на ура. Он еще и освежающий, такой легкий холодок на коже после него. Так что скраб рекомендую. Видите, где берите. Он классный. Следующий продукт, который хочу вам показать, это роллинг-гель для очищения пор от Фаберлик Эксперт. И все время отсвечивает золотые буквы. Вот так он выглядит. Насколько я знаю, его уже опять вывели, на всякий случай, конечно, скажу вам артикул. Но мне кажется, его вывели из производства опять. Артикул 1081. Он крутой. Он реально крутой. Вот его не было одно время. Потом он появился. Его моментально все скупили, потому что очень ждали. Себа-баланс роллинг-гель для очищения пор. Наносите на сухую кожу. Оставляете на 2 минуты. И потом скатываете. Это скатка. Скатываете. И после этого кожа ваша просто вот гладенькая. Тон выровнен. Она просто шикарная на самом деле. Поэтому я его очень люблю. Осталось у меня совсем чуть-чуть. И я надеюсь, что все-таки Фаберлик вернет его опять на склады, в производство. Потому что он пользуется большой популярностью. И стоил он меньше 200 рублей. Это точно. Еще один продукт от Фаберлик, который еще весной я получила в подарок от компании. Это пилинг. Пилинг все три этапа. Он мне очень нравится. Он нереально крутой. Единственное, что вот у меня почти полный еще остался шаг С. Потому что это у нас успокаивающий крем. Шаг А. Это кислоты, которые растворяют на вашей коже, на вашем лице омертвевшие частички кожи. Это химический пилинг с ахакислотами. Артикул 12-18 шаг А. То есть это просто прозрачный гель. Вы наносите его на кожу лица. Ждете две минуты. Я жду больше. Потому что мне кажется, что еще лучше они растворяют. Минут пять, наверное, жду. Потом немножечко массажными движениями с этим же гелем прохожусь по коже и смываю. Дальше у нас идет шаг Б. Это, собственно говоря, сам пилинг. Артикул его 12-28. Микроэмбразия, энзимный микропилинг. Там очень мелкие частички, которых очень-очень много. Здесь кремовая текстура. Но когда вы наносите на кожу, знаете, он немножко вот схож по ощущениям с гамажем. Только здесь их очень-очень много. Наносите на кожу. Нужно совсем чуть-чуть. И начинаете массировать свое лицо этими мелкими частичками. И после него кожа тоже вообще очень гладкая. А у меня, правда, покраснение. Лицо красное в течение часа, иногда даже двух. Даже если воспользоваться вот этим третьим шагом восстанавливающим кремом. Вот он. Даже если воспользоваться им, то все равно лицо остается красным. Он, кстати, у нас с SPF. С SPF-8. Сосстерапия и восстановление. Артикул его 12-17. Хороший питательный крем. Он слегка успокаивает. Но вот так, чтобы сошло покраснение, нет. Поэтому я сейчас делаю пилинг раз в неделю и на ночь обязательно. У нас настала уже осень. Пора заниматься своим лицом глубоким очищением, восстановлением и так далее. Так что, девчонки, кто не может взять... Это не очень бюджетные продукты, если брать их в сумме. Но у кого нет возможности взять их три, берите смело шаг Б. Он бывает по акции. Его можно взять рублей за 300, мне кажется, за 300 с чем-то. А то и дешевле. Берите тогда шаг Б, потому что это, собственно говоря, сам пилинг. И он классно воздействует на кожу. Действительно, мне кажется, у меня даже вот лицо как-то разглаживается. Если бы были морщины мелкие, мимические, они однозначно после этого пилинга бы пропадали. Вот такой освежающий мицеллярный скраб от Avon True. Я его просто обожаю. Смотрите, девчонки, я его недели за две, наверное, вот настолько израсходовала, потому что он у меня на ежедневном применении. Он написано, что для ежедневного применения с мицеллярной технологией, для всех типов кожи, включая чувствительную. Я не знаю, конечно, как он будет работать на чувствительной коже, потому что здесь тоже очень много мелких частичек. Сейчас попробую вам показать. Он прозрачный, слегка белесый такой по цвету. И при нанесении на кожу, не покажу, я уже вам в одном видео пыталась показать, не видно. Они очень мелкие, даже не такие, как в пилинге. Вот их много-много, они мелкие-мелкие. Когда вы начинаете кожу массировать с этим освежающим мицеллярным скрабом, они вам очень хорошо ее полируют. Я люблю этот скраб, и всем вот его советую уже не первый раз попробовать. Цена у него тоже бюджетная по акции. По-моему, он сейчас в аутлете будет за 140 или 150 рублей. Полноразмерка вообще супер. Помимо всего прочего, здесь что-то типа ментола, мяты, не знаю, в состав глубоко не вдавалось. Но лицо, знаете, немножко покалывает, жжет и освежает холодок по лицу. Поэтому, когда нанесете, не бойтесь вот этого покалывания и как бы такого вот жжения, что ли. Это нормально. Зато, когда вы все это дело смоете, лицо будет очень свежее, отшлифованное, ухоженное. Поэтому продукт нравится, буду повторять однозначно. Разделы очищения еще. Я пользуюсь вот такими универсальными очищающими полосками от Faberlic. В свое время, когда они были по акции, по-моему, по 19 рублей, набрала их много. Артикул 0886. Это для лба, носа, подбородка. Мне нравится. Хорошо очищает. Я вам сейчас покажу эту полоску. У меня последняя осталась. Но больше брать не буду. Не буду почему? Потому что, когда я очищала первые разы свои поры, как бы что-то выходило. Сейчас уже нет. Видимо, ну, очищены они у меня. Вот так она выглядит. Мы ее отлепляем отсюда, смачиваем область, куда будем приклеивать. Допустим, если нос хорошенько смачиваем, приклеиваем липкой стороной ее на нос. Еще я сверху немножко смачиваю. Она хорошо фиксируется, здорово прилипает. Дожидаемся высыхания. Дольше не ждем, иначе результата не будет. И отдираем. Классно. Вообще хорошие полоски. Когда они по акции, за 19 рублей советую попробовать. Из раздела очищения еще вот тоже Skin Light. Это, скорее всего, тоже я брала в Ашане. Кстати, вот только сейчас увидела, что это одна и та же марка. У меня вот такая маска-пленка Detox для глубокого очищения с активированным углем. У меня их было несколько штук. И здесь стоили они тоже бюджет на рублей 50, а может и того меньше. И здесь две. Но мне содержимого... Смотрите, вот тут разрез, да? То есть здесь две маски полноценных. Она гелевая, она черная. Вот видите, подтеки. Она действительно с углем. Вот. Это маска-пленка. Смотрите, вот от упаковочки отодрала кусочек. Это маска-пленка, которая тоже очень круто чистит поры. Ну, просто очень круто. Я использую ее на проблемные участки. Именно на Т-зону, на подбородок, чуть-чуть на лоб. На все лицо нет. Отдирается. Вот она немножко больновата. Если сравнивать с другими масками-пленками, которые я покажу вам в этом обзоре, она отдирается больновато. Поэтому я и не рискую ее там возле бровей где-то делать и так далее. Но эффект классный. Действительно поры очищаются. Это действительно, как и заявлено, глубокое очищение. Поэтому увидите тоже этот бюджетный вариант. Попробовать советую. Марки Сэйдо пилинг. У меня есть обзор на эти средства. И вы знаете, мне очень нравится. Это, конечно, не такого формата пилинг. Он немножко гуще. И он комочками иногда даже выходит. Он тоже прозрачный. Но наносите на лицо, оставляете, и потом начинаете скатывать, и все замечательно скатывается. То есть эффект не хуже. А сама текстура здесь, да, а вот по эффекту они, в принципе, одинаковые. Поэтому, кто любит пилинг-скатки, сейчас осень, закупайтесь в фикс-прайсе. Марка Сэйдо скатывается отлично и очищает кожу. И гладенько она становится такая же выровненная. Ну, в общем, хорошая скатка. Ну и дальше масочки уход. Не так много у меня их осталось. Стараюсь сейчас все подобивать, подбить, чтобы запастись новыми. Нравится мне пробовать все время новые. Хоть маской нравится, но редко когда куплю второй раз. Смотрите, это жидкие патчи тоже Сэйдо. Смотрите, как мало у меня их осталось. Это тут еще воздух. Их вообще прям мало. И мне они очень нравятся. Именно экспресс-уход для зоны вокруг глаз. Так, они у нас были не от мимических морщин, а от темных кругов, по-моему. Да, здесь вот на банке не написано. Потому что я видела в обзорах у девочек, что от мимических, по-моему, морщин, омолаживающих что-то такое. Они жгут, эти не жгут, эти охлаждают от темных кругов. Я наношу их утром толстым слоем. Вот этот вот гель. Смотрите, какой он густой, классный. Очень густой. Толстым слоем гель наношу по утрам. Пока хожу там куда-то собираюсь, делаю свои дела. Он работает. Холодочек под глазками появляется очень легкий, приятный. Потом убираю спонжем, потому что так смывать неудобно такую текстуру. Ну, либо умываюсь, но чаще всего спонжем. И все. Эффект действительно есть. Это средство работающее. И синяки под глазами становятся менее заметными. И разглаживается кожа под глазами. Поэтому вот прям тоже советую вам попробовать вот такую вот штучку из фикса. Маски-пленки. Из фикс-прайса. Есть у меня вот такая маска-пленка. Тоже делала я на нее обзор. Она у нас с гиалуронатом натрия и соком алоэ. Детокс лифтинг экстра увлажнение. Мне нравится реально эта маска. Ничего плохого прям про нее сказать не могу. Мне кажется, она рублей 77 стоила фикс. Осталось у меня тоже чуть-чуть ее. Люблю ей прям пользоваться. Вот очень люблю. И выравнивается тон кожи. И лицо становится гладенькое. Отдирается не больно. Очень мягко. Застывает быстро. Без всяких она комков. Потому что я до этого брала фикси. Давно-давно как-то вот прям она была комками. Нет. Прекрасная, довольно-таки, не знаю, достойная, бюджетная маска-пленка для лица. Которая тоже работает. От которой я тоже вижу эффект. Вторая маска-пленка, которая мне тоже очень нравится. Это Avon Planet Spa. С экстрактом черной икры. Роскошное обновление. Девчонки, кто в Avon не знают. Она выглядит следующим образом. Здесь есть, если вам видно, золотые такие вкрапления, крапинки. Сейчас покажу на руке. Они прям золотые. Переливаются. Ну, не очень. Видно вам, конечно. Работающая маска тоже на все 100%. Вот я знаю девчонок, которые говорят, что не любят маски-пленки. Потому что, ну, не видят от них эффекта. От этих именно двух я вижу и еще какой. Вот это все вот золото, которое есть в маске. Оно потом остается на вашей коже. То есть, когда она застыла, и вы ее снимаете. Снимается она тоже очень легко. Без всякого дискомфорта. Волосы не выдирает. Снимайте ее. На ней нет уже этих золотых частичек. И они остаются все на вашей коже. Лицо сияет. Лицо подтягивается. Тон выравнивается. Мне очень нравится эта маска. Осталось ее тоже, наверное, у меня на одно применение. И я, скорее всего, буду вот ее именно брать еще раз. Моя недавняя покупочка из Ашана. Это у нас бабушка Агафья. Банька Агафьи. Экспресс-маска, освежающая для лица. Тоже она у меня довольно-таки исхудала. Осталось тоже применение, наверное, на два. Она обалденная. Слушайте, она вообще просто супер. Я не помню, за сколько я ее брала. Мне кажется, рублей 50. Она очень крутая. Без СЛС, про обенов написано. Я наношу ее по утрам. Вот вместе с вот этими патчами. Наношу патчи толстым слоем. И вот эту маску на все лицо. Есть тоже легкий эффект пощипывания. Такое, знаете, покалывание. И в то же время холодит все лицо. Прямо реально холодит. И я чувствую, как оно освежается. Реально я это чувствую. И тон, кажется, вот когда оно так пощипывает, что сейчас ты смоешься, оно у тебя будет жутко красное. Пошло какое-то раздражение. Потому что, ну, вот такой эффект интересный. А на самом деле ты смываешь. И никаких покраснений вообще нет. Тон выровнялся. Кожа свежая, свежая. Как будто ты не только что проснулась, а уже успела сделать там целый комплекс процедур со своим лицом. Поэтому, девчонки, увидите где-то в магазинах или в Ашане, в Атаке. Я вам очень советую ее к приобретению. Именно на утреннее освежающее применение маска наикрутейшая. Пролексир от Фаберлик. Маска с гиалуроновой кислотой, увлажнением и питанием. 0724 ее артикул. И тоже она мне очень нравится. И тоже осталось у меня ее чуть-чуть. Надо прям масками сейчас на зиму запасаться, особенно питательными. Вот это, кстати, подойдет и на осенний уход, и на зимний. Действительно, есть легкое питание, но без утяжеления. Знаете, иногда вот маску чувствуешь на коже. Иногда чувствуешь, как она забивает поры. Нет, все, что я вам сегодня показываю, абсолютно не забивает поры. И очень комфортно работает на вашем лице. Она увлажняет. Она пахнет обалденно. Это просто гель. Гель, который вы наносите на свое лицо. Выдерживаете минут 20, по-моему. Тут даже не написано, сколько выдерживаете. Выдерживаете и идете ее смываете. Часть геля за это время впитывается в вашу кожу. После того, как вы ее смываете, кожа гладкая, кожа напитанная, ровная. Мне нравится очень эта маска. Это уход у нас 30+. Но после 35, конечно, побольше питания нужно. Но, опять же, у нас все зависит не от возраста, а от состояния нашей кожи. Если у вас нет глубоких мимических морщин, эта маска будет хорошо работать на вашем лице, поддерживать кожу в хорошем состоянии. Еще одна, последняя уже масочка на сегодня. Это Фаберлик. Активная маска, крем-маска для лица 2 в 1. Глубокое очищение, матирующий эффект. Это космецевтика Фаберлик. Артикул 1669. Эта маска, она, знаете, как глиняная. Я точно не знаю, есть ли в составе глина, потому что, ну, не вдаюсь в такие подробности. Скорее всего, она есть. Она очень тяжело выдавливается из тюбика. Прям я вот так вот скручиваю. Девчонки, кто в Фаберлик, знают. Вот видите, давлю-давлю-давлю со всей силой. Вот еле-еле прям. Она такая беленькая, светло-бежевая, я бы даже сказала. И она действительно матирует. Она действительно матирует, очищает ваше лицо. И, я бы даже сказала, напитывает. Ее очень тяжело потом смыть. Я наношу ее кисточкой, плотным слоем. Лицо получается такое белое. Ношу до того момента, как она начинает подсыхать. Не жду, пока высохнет. Нельзя так делать, знаете, да, с масками глиняными. И иду смывать. Просто так ее смыть лица практически нереально. Я делаю это спонжами. Спонжем удаляю ее с лица, потом умываюсь. И супер, она действительно матирует. И есть в ней вот что-то типа каких-то масел. Однозначно, потому что кожа напитанная. Напитанная, очищенная, выровненный тон, матированная. Ну, в общем, к маске никаких нареканий. Расход у нее маленький. Она очень густая. Поэтому вот у кого есть проблемы, акне, постакне, прыщики, ее можно наносить даже точечно. Очень советую вам к ней присмотреться. Прыщички можно даже как-то вот подсушивать. Я думаю, у меня практически никогда не бывает. Не могу вам сказать. А так маска вообще классная. Советую к ней присмотреться и попробовать. Продукт действительно стоящий. По акциям можно взять тоже, мне кажется, за 190 рублей она бывает по акциям. Где-то так. Ну и на этом все, мои хорошие. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если это так, обязательно ставьте пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного. А я с вами прощаюсь до следующих видео. Пока-пока.